Лемуры, лори, руконожки. Кому-то по мультфильмам, кому-то по путешествиям, кому-то по зоопарку, но большинству знакомы лемуры. Это отряд приматов, живущих на Мадагаскаре. Этих зверьков изучают и в настоящий момент. Уже известно около сотни видов этих чудесных животных. Лемуры существенно различаются по размерам, массе и внешнему виду. Так, некоторые карликовые лемуры весят всего 30 грамм. Тогда как среди индрий, крупнейших лемуров Мадагаскара, встречаются особи, достигающие 10 килограмм. Хвост индрий самый короткий среди лемуров, от 3 до 5 сантиметров. Общим признаком являются выдающиеся вперед резцы и клыки нижней челюсти, а также удлиненный коготь на втором пальце задних лап. На морде имеются усики, которые природа дала им не только лишь для красоты. Они выполняют функцию осязания. Лемурообразные встречаются только на Мадагаскаре и Каморских островах. Название лемуры происходит от мифических древнеримских лемуров, духов усопших. Вероятно, это обусловлено ночным образом жизни большинства лемуров и их крупными глазами. Оценка времени разделения лореобразных и лемурообразных колеблется от 50 миллионов до 80 миллионов лет назад. Лемуры дожили до настоящих дней благодаря изоляции Мадагаскара, поскольку высшие приматы не смогли попасть на остров. Разнообразие лемуров здесь объясняется тем, что они заняли все экологические ниши, потенциально пригодные для обезьян, тогда как лореобразные в Африке и Азии занимают только свои экологические ниши. Рассмотрим самых-самых лемурообразных. Король Джулиан, вождь лемуров мультфильма Мадагаскар, представитель краснокнижного вида кошачий лемур. Особые приметы – вытянутая мордочка, заинтересованный взгляд, легко узнаваемый пушистый полосатый хвост. Половину их рациона составляют финики. Ловко лазая по деревьям, на земле они передвигаются прыжками, подняв при этом передние лапки. Зарителю так легко поверить, что именно этот лемур – вождь всех лемуров на острове. Но это не так. В природе лемуры живут небольшими сенями, состоящими только из одного вида. А некоторые так и вовсе одиночки. То, что племя лемуров живет с полченым коллективом и пляшет под дудку вожака – это красивая сказка. Самые крошечные – карликовые и мышиные лемуры Морд. Это самые маленькие приматы на планете. Самые странные – руконожки Ай-Ай, советник Морис. Хотя руконожковые – это семейство, но на данный момент это единственный современный вид. Это млекопитающий с пушистой черно-бурой шерстью, длинным хвостом и очень удлиненными тонкими пальцами. Ведет ночной образ жизни в тропических лесах Мадагаскара. Самый крупный представитель ночных приматов. Имеет бурый окрас, белую крапину и большой пушистый хвост. Обитает на севере Мадагаскара. Вид занесен в Красную книгу. Конечность у руконожки довольно короткая. Задняя длиннее передних. Как и у других приматов, большой палец на ступнях противопоставлен остальным четырем. Но на кистях такого противопоставления почти нет. Передняя конечности короче задних. Пальцы снабжены очень длинными и несколько согнутыми когтями. Вследствие это животное ходит весьма медленно. Два последних сустава среднего пальца руки длинны, тонки и не покрыты волосами. Животные пользуются этим пальцем, чтобы доставать из трещин деревьев личинок, шуков и насекомых. Проталкивать их в глотку. Из-за необычного внешнего вида аборигены боятся руконожек и никогда не произносят их название вслух. Самые милые лори. Именно с этими животными предлагают сфотографироваться на курортах. Туристу протягивают лори и большинство протягивает руку в ответ. Толстый лори переходит на руку незнакомца и висит на ней. Лори обладают очень цепкой хваткой, которая позволяет им долгое время держаться на ветках, не терять равновесие и не падать случайно от усталости на землю. Они медленные, но сильные. Большие круглые глаза, окамленные темным мехом, еще больше привлекают и располагают к себе. И, между прочим, толстый лори – единственный примат, способный впадать в спячку. Хотя не такие уж они и милые. Специальные железы на предплеще вырабатывают яд для вытравления шерсткой насекомых. Лори вылизывают себя из икон. Яд попадает в ротовую полость. Зубки у зверька острые. Лори может выкусить человека. И тогда в ранку попадает смертельно опасный яд. Как правило, те, кто зарабатывает на лори, выдирает им зубы. Предпочтения приматов в еде различаются. В естественных условиях в питание лори входят беспозвоночные, насекомые, мелкие птицы, ящерицы и прочие. Лемуры могут безвредно для здоровья съесть ядовитое насекомое или малосъедобную кору дерева. В неволе корм может включать в себя различные овощи и фрукты. Ягоды, яйца, мясо, насекомых, кузнечиков, сверчков, хлеб. При отсутствии фруктов животные питаются листьями. Лемуры берут пищу лапками. Живут лемуры на деревьях. Гнездах, которые сами вьют из веток и листьев высоко на деревьях, чтобы обезопасить себя от хищников. Каждый зверюк делает по нескольку дневных гнезда бежишь. И одним и тем же гнездом могут пользоваться разные лемуры. Спят, свернувшись калачиком. Только что дремавший зверюк в момент опасности готов сорваться с места и бежать не раздумывая. Ученые насчитывают всего 12 различных звуков, которые способны издавать лемуры. Это похлюкивание, мурлыканье и щебет. Рождаются лемуры очень слабыми. По одному-два детеныша. Мать может переносить новорожденного во рту. Чуть подросшие малыши ездят на материнских спинах, цепляясь за густую шерсть. Взрослыми лемуры становятся к полутора годам. К этому возрасту они изучают все премудрости выживания и могут жить самостоятельно. В природе лемуры живут до 15 лет. А в неволе при должном содержании продолжительность жизни увеличивается до 20 лет. Самому старому кошачьему лемуру в неволе было 37 лет. Естественные враги лемуров – это змеи, ястребы, совы, фоса, мунго. Приматы планеты способны охватывать глазом как можно большую территорию и вовремя замечать змеиное тело в лесной чаще. Эта эволюция не затронула мадагаскарских лемуров, обитающих на острове, лишенном крупных древесных змей. Лемуры умеют распознавать предметы, не глядя на них. Животному достаточно тщательно ощупать его. Следовательно, независимо от характера их активности, ночная или дневная, лемуры демонстрируют низкую остроту зрения. Однако лемуры могут видеть более широкое поле зрения, чем человекообразные приматы, из-за небольшой разницы в угле между глазами. По количеству палочек и колбочек ученые предполагают, что у лемуров не развелось цветное зрение. Самый изученный лемур – кольцехвостый лемур. Обладает сине-желтым зрением, но не способен различать красные и зеленые оттенки. Трехцветное зрение редко может возникнуть у самок нескольких видов лемура. Ай-яй обладает блеском глаз, потому что у них есть отражающий слой ткани в глазу. Большинство лемуров сохранили отражающий слой ткани глаза, который встречается у многих позвоночных. Это еще больше ограничивает остроту зрения у лемуров. У лемуров также есть третье века, известная как мигательная перепонка, тогда как у большинства других приматов полулонная складка развита меньше. Лемуров можно встретить в зоопарках в домашнем содержании. Рожденные в природе или в неволе зверьки приручаются людьми, но сильной привязанности не испытывают. Подпишитесь на канал, расскажите о каких животных или растениях вы хотите узнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...